Вечером явился Лялин. Позвонил, сказал, что находится в трёх шагах от моего дома и жаждет меня увидеть. «Заезжай», — согласилась я, хотя не расположена была с ним встречаться. Человеческие физиономии для меня в тот момент были труднопереносимы. Сашкина и то раздражало. Но Лялин не из тех, кому отказывают. «Выпить есть?» — спросил он с порога. «Откуда? Я же в завязке. Могла бы держать для гостей». «У меня нет силы воли, а также ума», — хмыкнул он. «Без меня полно умников», — фыркнула я. «Проходи». Он прошёл и устроился в моём кресле. «Я на пять минут. Жаль. Надеялась, что до утра. Мне как раз не хватает мужского общества». «А как же Лукьянов?» — скривился он. «Отбыл, закончив все свои дела». «Серьёзно?» — его усмешка меня насторожила. Но проявлять инициативу я не стала, решив дождаться, когда Лялин сам созреет и соизволит объяснить, в чём дело. «Затеяли охоту на Игнатова?» — сунув руки в карманы и нахохлившись, спросил он. «А то ты не знаешь». «Знаю. Старая привычка знать всё, что происходит в этом городе. Уж сколько раз давал себе слово, а всё никак». «Горбатого могила исправит», — подсказала я. «Ага. Только я пока не тороплюсь». «Ты чего приехал?» — не выдержала я. «Гость ты редкий, калачом не заманишь». И мне рекомендовал скрыться с глаз и до поры не показываться. «Инати вам!» — явился. «Детка», — посверлив меня взглядом, ласково сказал он. «Выходи из игры. Наплюй на всё. Уезжай, и пошли деду по почте заявление об уходе. «Очень прошу, послушай меня». Мы смотрели в глаза друг друга минуты две, не меньше. Лялин вздохнул и поднялся. «Ладно, я поехал». «Чёрт бы тебя побрал», — рявкнула я. «Олег, ты объяснишь, что происходит?» «Нечего мне объяснять. Детка, ты знаешь меня, а я знаю тебя. Не место тебе в этом гадюшнике. Попрёшь на пролом и шею свернёшь. А я тебе обязан, и не хочу оказаться на твоих похоронах. Понятное дело, я бы на них тоже не пошла, даже если бы сильно звали. Рад, что ты по-прежнему считаешь, что у тебя есть чувство юмора». И он зашагал к двери. Задавать вопросы было бесполезно. Оттого я плелась сзади и помалкивала. «А Лукьянов в городе», — вдруг сказал он. «Хочешь увидеться? Загляни в Россию. 317-й номер». И пока я пережёвывала информацию, он быстро закрыл дверь. «Чёрт», — выругалась я, потом пнула дверь ногой и ещё кое-что добавила, непечатное. Прошлась по холлу и с конца в конец, игнорируя Сашку. Он вертелся под ногами и даже поскуливал. «Отстань, псина, не до тебя». Через полчаса я была возле гостиницы «Россия». Машину я бросила на стоянке и вошла в здание. Комната с охраной отеля размещалась на первом этаже в глубине зала за стойкой администратора. Меня здесь хорошо знали. В гостинице, построенной ещё в советские времена для иностранцев, и теперь заново отделанной, останавливались все наши дорогие гости. За их размещение обычно отвечала я, потому не ожидала, что здесь у меня возникнут проблемы. Двое парней пялились в телевизор. «Где начальник?» — спросила я, прикрыв за собой дверь. Парни дружно повернулись ко мне. Один было нахмурился, но выражение его лица тут же сменилось. «Одну минуту», — сказал он предельно вежливо и позвонил по телефону. Ждать пришлось минут пять. Наконец появился молодой мужчина в костюме и при галстуке. Лицо у него было озабоченное. «Привет, Володя», — сказала я. «Привет», — ответил он. «Какие-нибудь проблемы?» «317 номер. Кто? Откуда?» «Все, что сможешь». Он молча кивнул и удалился. А я прошла в холл и устроилась у окна. На сей раз ему потребовалось больше, чем пять минут. Он подошел и коротко сообщил. «Безруков Александр Иванович. Бизнесмен из Москвы. Здесь по делам. По каким смогу узнать, если дашь немного времени? Приехал два дня назад. Вчера не ночевал. Рост примерно сто восемьдесят шесть. Блондин. Лицо приятное носит очки. Ужинал в ресторане с красивой блондинкой. «Еще что-нибудь?» «Ага. Ключи от номера». Он недовольно крякнул. «Слушай, я все понимаю». «Ключи от номера». Повторила я спокойно, но он понял. «Зачем тебе ключи? Он сейчас в номере. Может, не открыть. А мне до зарезу надо его видеть». Он принес ключи. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Володя с недовольством. «Если у меня будут неприятности?» «Не будут». Я взяла ключи и поднялась на третий этаж. Лукьянов занимал номер «Люкс». Я тихо открыла дверь. В прихожей было темно, свет горел в гостиной. Бра над зеркалом. Дверь в спальню была открыта настиж. Там тоже горел свет. Настольная лампа у кровати. Так что увидела я достаточно и почувствовала себя дурой. Хотела тихо смыться, но грудастая блондинка увидела меня, взвизгнула и схватилась за простыню. «Извините», — очень натурально испугалась я. «Кажется, я перепутала номер». «Пошла вон», — в сердцах прорычал Лукьянов. «Я, конечно, пошла». Володя ждал меня в холле третьего этажа. Я вернула ему ключи. «Ты меня не видел». «Ясное дело. Мужик не устроит мне скандал». «Вряд ли. У него дела поважнее». «Пока». «За мной должок». «Можешь не сомневаться», — бросил он мне вдогонку. Я вышла из гостиницы, весело хихикая. Напротив был бар, привлекающий страждущих яркой вывеской. «Ну как тут не соблазниться?» «Покачала я головой и побрела через дорогу». Я сидела в углу спиной к остальным гражданам и пелилась в стену, поэтому пропустила появление Лукьянова. Он неожиданно возник рядом, сурово посмотрел на меня и заявил. «Был уверен, что найду тебя именно здесь. Подходящее местечко, правда?» Усмехнулась я. «Для тебя, вне всякого сомнения. Надираешься в одиночку?» Спросил он. «Это минеральное», — кивнув на стакан, сообщила я. Он не поверил, взял стакан, понюхал и поставил его на стол. «Надо же!» Я думал, напьёшься, как свинья. «Да я бы напилась, но нельзя. Закодированная. Сдохнешь, чего доброго. А я ещё молодая, пожить хочу». Он плюхнулся на стул рядом. «Ладно, двигай домой. Там тебя Сашка ждёт. Пади соскучился». «Занятно ты проводишь время», — косясь на него, сказала я. «Как умею. Надо же человеку иногда расслабиться». «Ага. Я узнала её. Это жена Игнатова». «Слава богу, что она с перепугу не узнала тебя». Рванула к муженьку. «Ты расстроился?» «Слов нет. Тогда извини». «Слушай», — поёрзав сказал Лукьянов, «Твой дед хочет, чтобы Игнатов сел в тюрьму. Мои хозяева тоже этого хотят. Работа есть работа. Ты же знаешь правила игры. Не валяй дурака и двигай домой». «Правила игры я знаю», — кивнув, согласилась я. «Только почему-то мне кажется, что мы опять по разные стороны баррикады. А? Креститься надо, когда кажется», — зло фыркнул он. «Есть проблема. Я неверующая. Больше сказать друг другу нам было нечего. Я поднялась, намереваясь уйти, но не удержалась и задала ещё один вопрос. «Ты когда успел её охмурить?» «Сегодня». «Молодец». «Хвалю». «Только по моим сведениям, она не из тех, кто ложится с мужиком в первый вечер. Она не лучше других и не хуже. Ну-ну, сдаётся мне. Обрабатывать дамочку ты начал задолго до того, как мы узнали, что за этими убийствами стоит Игнатов. Это что? Интуиция. «Дура», — рявкнул он так, что люди за соседними столами повернулись в нашу сторону. «Ревнивая дура». «Это ты зря», — покачала я головой. «Ревновать тебя мне и в голову не придёт. К тому же не такая я дура. То есть дура, конечно, но точно знаю, что два плюс два будет четыре». «А это ты к чему?» — хмыкнул он. «Так, философствую. Привычка такая. Мне теперь пить нельзя, вот я и философствую». Я зашагала к двери, чувствуя, что он смотрит мне вслед. Тяжело смотрит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok